ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А снег идет, а снег идет, и все вокруг чего-то ждет. Почему? Почему именно эта песня? А я скажу чуть-чуть попозже. Почему? Расскажешь, все понял. Возможно, потому что снег идет. Я думаю, возможно, там такая интрига. Итак, ребяточки, вот мы втроем знаешь, ты не знаешь. Возможно, телезрители знают. У нас в минувшую субботу прошел финал КВН, и мы с тобой, Жак, сейчас сидим за одним столом с нынешними, с действующими чемпионами региональной Оренбургской лиги. Да ладно? Да. Это у нас, вот они, чемпионы. О-о-о! Команда КВН-17-43. Они назвались в честь нашего шоу, потому что они фанатеют от нас. А я слышал, что они поменялись название. На какое? На какой-то вузе. Нет, это приставка, да. Мы представляем Оренбургский государственный университет. У нас программа тоже, да, 17-43 ОГУ называется. Полностью, просто мы ни разу не говорили об этом. Слушай, сегодня я буду говорить про этот вуз до конца нашей передачи, потому что у меня тоже есть такая новость про ОГУ. Про ОГУ тоже будет новость, хорошо расскажешь потом. Прямо ОГУ сегодня герой. Итак, чемпион, во-первых, друзья, всем здрасте, это 17-43, Жак, Миша, Сабир и Дмитрий Суслов. Итак, в общем, ребят, расскажите, ну как ощущения, как все прошло? Хочу рассказать свою историю, если позволите, про КВН. В 2009 году начал играть. За это время есть еще турнир молодых команд, если кто не знал. Там вторая по значимости лига. Там я два раза занимал второе место. После этого вместе с Михаилом мы играли в одной команде, команда КВН Куба и Сережа Скоридин. Сережа Скоридин, еще раз большой рад тебе привет. В общем, мы там играли, и у нас был лучший финал в истории человечества. Мы приготовили самое лучшее приветствие, самое лучшее музыкальное. Все было классно, но в этот день против нас играли дети. Мы проиграли дети. А кто у детей был наставник? Дмитрий Суслов. Вот, короче, дети, ну, как нам кажется, как мне кажется, как минимум, что они выиграли только потому, что они дети. Все-таки они милашки такие. Но у них смешно было все равно. Да, смешно было, да. И вот история дала спираль. Мы играли в финал, у нас тоже мы использовали ребенка. Но я думаю, что не только благодаря этому мы победили. И я очень рад, потому что мой гештальт закрылся. Я, естественно, очень сильно переживал, потому что если бы это было еще одно поражение, я бы не выдержал. Спасибо большое Саше. Саша, кстати, капитан команды. Ему надо поаплодировать. Титанический труд выполнил. Поздравляю, поздравляю. Я так понимаю, что скоро уже на Высшей Лиге поедете уже. Или ты уже тут раз закрыли региональ, и все. Все, удачи. И сразу до пенсии, да? Как минимум на международный фестиваль в Сочи. Да. На Кевин, в тему виду. Да. Где у ребят будет возможность увидеться со звездами КВН, как пишут наши всегда газеты. Круто. Слушайте, может быть, как думаете, стоит фоткаться и просить звезд? Говорите, что бы они сказали. Передайте привет 1743 или Оренбург. Я этим точно не буду. Не надо. Мы вас просим, не надо, пожалуйста. Или, знаете, мне нравится в пабликах оренбургских иногда присылают, типа, на песке пишут Оренбург где-нибудь в Египте. И такие, привет вам с Египта. Ребят, я хотел вам сказать, у меня есть негативные, ну, как бы, в Маляце вы победили, но юмор, юмор в Оренбург как-то так-то никак. Подожди, а ты, кроме нашей программы, где-нибудь был еще? Кроме вашей программы, я был нигде. Поэтому, как бы, я не знаю. То есть, как бы, вот это все, вот это все, как называется? КВН. Ну, кроме КВН, есть стендап, это все, что-то, как бы, люди не ходят или мало ходят. Почему, почему не ходят? Есть определенная проблема, то, что... Пандемия называется. Нет, и не то, что пандемия. Я понимаю, о чем говорит Жак. Так как ходит мало зрителей, команда мне интересно очень хорошо готовится. Так как команды не очень хорошо готовятся, ходят мало зрителей. Тут одно от другого зависит. Я не согласен. И нету никакой рекламы распространенности этого. Давай просто прямо сейчас призывайте. Да сезон кончился. Да какая разница, когда сезон начинает? Жак, давай так, выпуск выходит в среду, в субботу, 18-го числа будет турнир молодых команд. Да. Вот. Приходи ты, в первую очередь. Кстати, кто-то там будет в жюри сидеть из вас. Суббота, 18-го числа, 18-го, 18-го. В 7 часов вечера турнир молодых команд. Приходите, не поленитесь. Посмотрите, как начинают молодые команды играть в КВН. Вы их поддержите, им будет приятно. И они будут еще лучше, еще больше работать, чтобы прославлять Оренбург. Так что я за зрителей, чтобы они были много, а вы за команды, чтобы они сделали нормальные шутки. Все, ждем в субботу. КВН, ура. Стендап тоже проходит. Открытые микрофоны, приходите. Итак, давайте, пожалуйста, к новостям. Мне очень интересно, Жак, про что ты пел песню, к чему, зачем? Почему я пел? Почему я пел? Есть заголовка, да? Снижение хит в исполнении студентов и иностранцев на открытии нового факультета в ОГУ. Так, что за факультет? Я так понимаю, что это открытый подготовительный факультет, ну, русский язык подготовки в ОГУ. Ну, считаем. В Оренбургском государственном университете открыли новое подразление факультета по подготовке иностранных граждан. Будет готовить их к поступлению в российские вузы. Первый набор уже стартовал этом осенью, а на факультете зачислено более 70 человек из республики Чад, Египта, Альжир, Сомали, Франция, Индонезия, Йордания. А православные есть, не понимаю, что все такое? Скоро станут, ты думаешь, к чему готовят? Да, да, да. Час из них уже прибыли в Оренбург и приступили к занятию в очном формате. В общем, они, вот эти же студенты, спели песню «А снег идет», «А снег идет», давайте посмотрим. «А снег идет», «А снег идет», «И все вокруг чего-то ждет», «А этот снег, плоти ли снег», «Хочу сказать, при всем, мой самый главный человек». «Взгляни со мной на этот снег», «Он чист как твой». Так, круто, все согласен. Круто, да, классно, молодцы, первый раз, мальчишки. Молодцы, самое интересное, я читал комментарии к этому посту, большинство, там немного их, но много очень комментариев, что, типа, что это такое, заставили ребят петь песни. Не, ну а представляешь, какой стресс. На самом деле у ректора есть очень хороший вкус, сделать меня конкурент. Кабер-группа ОГУ. Он на каком-то корпоративе, Жак выступает, и ректор сидит, а это идея. Или, да, у них с ректором давно идет тайная какая-то война между ними, и это было, и это видео было, на самом деле, для Жака. И он, типа, выкладывает, и ректор спрашивает, а для кого это видео, он такой, тот поймет, он узнает. Кому надо, тот поймет. И Жак сидит вечером, и тут включается, и Жак такой, не-е-е-е-е. Нет, сначала на телевизоре у Жака появляется лицо ректора, ха-ха-ха, и потом чекает. Ну, на самом деле, они как бы подготовительные, да, факультеты. Они все равно будут уезжать. Они год, ну, я говорю, пол, как, девять месяцев обучаться, а потом их будут отправлять в других вузах. То есть это так идет, как бы, подготовительный факультет. Вообще, было бы круто, если бы они остались по итогу в Оренбурге. Я думаю, что, я думаю, что... Часть останется. Часто, ну, не часто, потому что те, кто приходят уже, потому что есть же бюджетные, которые приходят, они уже распределены. То есть они делятся, допустим, и вам отправляются, допустим, в Оренбург подготовительные, а учатся где-нибудь там в Иркутске или где-нибудь там в Москве. Ну, ты точно против, чтобы они оставались, потому что ты у нас такой один. Я, 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 нет, не против. Я так понимаю, Оренбург теперь такое место. Посредник. Посредник, такое драконье логово, где вылупляются драконы. На самом деле, это для вуза, это новая стабильность. Престиж. Не, не только престиж. Получается, когда вузы приходят иностранные, он получает уже другая, ну, даже в России, другая уже уровня и так далее. Потому что, если считаешь, что в России сколько вузов, ну, самые знаменитые, если у РУДН, МГУ и другие, да, ГИМО и так далее. То есть, как бы, в Урале можно посмотреть, ЮРГУ, допустим, да, Челябинске там самое сильное. В ЕКБ. В ЕКБ тоже можно это все. А в Оренбурге еще нет. То есть, если начинает вот это все, то есть, как бы... Нет, это отлично. Почему, да, как бы, это культура другая, это всегда интересно. Будут иностранцы приезжать, потом будут куда-то уезжать учиться и станут сильными, там, учеными, шоуменами, может быть. И потом будут говорить, вот я начинал в Оренбурге. Я оренбуржец и этим горжусь. Итак, в общем, ребят будут готовить к поступлению в наши вузы. Какие мы советы можем дать? Как сдавать сессию. Давайте прям лайфхаков несколько. Смотрите, я готов рассказать историю, которая мне помогла. Главное, когда сдаешь сессию, это внутренняя уверенность. Это, понимаешь, когда ты встречаешься с преподавателем, которому у тебя задолженность... Он как собака, он чувствует твой страх. Да, он чувствует твой страх, понимаешь? Ты должен смотреть страху в лицо. У меня было так, я в летнюю сессию не закрыл один предмет, мне нужно было доздать курсовую. Я принес курсовую, мне преподаватель говорит, переделывай, я это не возьму, зачет не поставлю. Проходит полгода, я прихожу на вторую сессию и говорю, ну, мы с другом берем допуски. Я знаю, что у меня не стоит, но я все равно беру допуск, а друг сдал. Он говорит, все, вы мне, ну, обещали поставить, но не успели, поставьте сейчас. Отдает допуски. Я такой, я тоже. Он берет эти допуски, хотя я, но не сдавал. Он начинает ставить, пишет, 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 в какой-то момент останавливается. И я стою. И он поднимает взгляд, говорит, а ты точно сдавал? И прям как в фильмах было, напряжение, там друг такой, ну, у него сердце замерло. В окна, дети, глаза на портретах. И птица летит, такая, в окно врезалась, упал. И я такой, да. И он такой посмотрел, посмотрел. А, да, вспомнил. И поставил, и поставил. Вы бы знали, какой статей. Так сказать, засканал мамонта. Ты просто нулевый. Я хотела вот просто сказать, ребята, понимаешь, это вы как бы говорите про именно, ну, студенты из России. А студенты иностранные, вы понимаете, что им тяжело будет, знаешь, почему? Потому что первые три месяца у них получают просто русский язык. И получается, русский язык, а после, ну, бывает, если они приедут в сентябре, но сейчас они в осень начали, ну, не знаю, когда. А в январе, после трех месяцев, сразу начинают русский язык уже, ну, с наклона, там, математика, физика, это все и так далее. Это очень тяжело. Русский язык с уклоном математики? Ну, да, русский язык, ну. Ну, смотри, я понял тебя, я понял твою мысль, смотрите, в общем, ребят, вы будете учить русский язык, первая фраза, которую вам нужно выучить. Может быть, как-то решим по-другому? Может, договоримся туда же. Может, договоримся, потом, я обожаю ваш предмет, да, я куплю у вас методичку, обязательно. Косметику. И я скажу за бумагой для принтера. Я скажу, да, да, да. На самом деле, им еще надо быть, внедрять в культуру. Это очень важно. Это очень важно, это очень-очень важно, и они должны сходить там, в концерты, смотрите, больше всего смотрите мультифильм, чтобы знать о русском языке. А еще обязательно нужно знать фразу, типа, у меня тут сертификат в Литуаль завалялся на полторы тысячи, там, вот такие, вот какие-то. Это вот, это все, что вам будут говорить. Ну, это вопрос, ты же учился в универе, я правильно понимаю? Универе, да, в Конго. А, блин. Хотел спросить у тебя, вот не бывает такого, что вот у меня, допустим, в универе была история, мальчишка, мы никак не могли сдать английский язык, вот, и так получилось, он всей группой причем, и так получилось, что он поучаствовал в драке, ему выбили челюсть, и у него какая-то штука специальная была. И он пришел на английский, говорит, ну, я, говорит, не могу говорить, а нет, такая, ну, зачет, то есть воспользоваться положением. Это зависит от преподавателя, у нас был преподаватель такой, очень строгий, серьезный, он не воспринимал вообще ничего, ну, то есть ты мог прийти с огнестрелом и сказать, ну, извините, меня вот застрелили только сейчас, он говорит, нет, все равно. То есть при нем были студенты, это было при мне, когда девушка упала в обморок от волнения, ну, неизвестно, специально она, не специально, но она берет билет, падает в обморок, падает на пол, и он сидит спокойно и такой, ну, позовите кого-нибудь врача. Следующий. Да, и давайте следующий билет, пока я приводит в чувство, вот, очень, не, на самом деле, очень серьезный и грамотный человек, но и вот он как бы, он, но он столько уже видел обмана, что он не верил ничему вообще, вот. То, что открыли, это круто, значит, будет много интересных. Студентам этим, удачи, давайте, ребят. Помните, мы обсуждали, что вот этот новогодний коридор, который в прошлом году очень зашел на всех, делали. Итак, у нас уже теперь собрали главный новогодний каток. На площади Ленину установили каток, уже смонтировали горку, с которой можно съехать на тюбинге. Также световой коридор, как я говорил, уже смонтирован, и постепенно новогодний городок уже преобразуется. Так что, я думаю, я думаю, новогодний городок у нас будет красивый, как всегда, вот. Это просто такая новость для информации. Что? В прошлом году меня не было там. У тебя не было там? Нет. Ты не сходил? Не сходил. Блин, в прошлом году, мне кажется, у всех оренбуржцев была одна главная задача. Сфоткаться. Сфоткаться в этом коридоре. Ты что, хочешь сказать, что я не оренбуржцев, да? Не, я имею в виду, что мы в прошлом году тоже почему-то сделали, открыли. Я видел в Инстаграм, но времени не было туда сходить физически. И вот на новогодних мы с друзьями списались, такие, так, кто не был еще в новогоднем городке? Мы даже еда давали бесплатно. Давайте объединимся и сходим туда. И мы в итоге выбрали день, сходили, и это было кайф. Да, а кстати, ты не знал, что в прошлом году кто не фотографировался в этом коридоре, лишали оренбуржского гражданства. Ну, говорили, все, ты не оренбуржец. А, ну я тогда был в Челябинске, ну, все, да, да. У меня вот, прикиньте, насколько важно вот такая какая-то праздничная вещь, как коридор. Вот все смотрят, это что в Оренбурге или Москва, или что? Ну, типа, настолько это был нонсенс, такой вау-эффект. Ну, просто дело в том, нет, я тоже, кстати, задумался об этом, но мне кажется, ответ лежит в том, что его реально красиво сделали. Вот именно, не потому что просто коридор, ну, это, да, красиво. Ну, я смотрю, вот я недавно там снимаю рекламу, я смотрю, когда конструктор стоял, вот такая маленькая, ну, не так уж как бы... Да, в теории, если, конечно, посмотреть, условно, там, сверху, или если холодным взглядом посмотреть, то вроде немного, но когда ты ночью, там, все светит, все горит, так много событий, что кажется, что очень большое пространство. Ты где-то в раю, да? Да, ну, я имею в виду... Светодиодный рай. Оренбуржцам надо задуматься, все равно это сравнивают вот с Москвой, с Арбатом, вот, потому что там это уже фышка, вот. Я думаю, нужно задуматься над чем-то настолько уникальным в плане дизайна, что все такие, да где это такое чудо, наверное? Ну да. Не знаю, там, из грузовиков, там, кока-кол, все, ну, что-то такое, что прям... Я понял, надо сделать всю советскую такую. Это много так бабла, мы бюджетные не выкладываем, так что давай завязывай эту эту тему. Дальше идем. Как мэр, да, где-то прям, ну, на ЗАГСОБе, да, мог такой диалог прям быть? Не-не, ты знаешь, завязывай с этой темой, это столько бабла, не надо. О бабле еще одна новость сразу, ребят. Новость не самая радостная. Оренбургская область вошла в топ-лидеров по закредитованности. Ох ты, нормально. Пятое место в антитопе по закредитованности населения. Значит, по стране в целом 81 место из 85. Объем задолженности перед банками в среднем на одного человека составляет 310 тысяч. 800 рублей. Итак, у кого из вас кредит, признавайтесь, кредит у тебя есть. У меня срочка есть только. Это кредит? Это кредит. Нет, кредит это когда ты сверхчурок. Это кредит, это видокредит? Да, это разновидность. Все, разновидность, подвид. Магазин, не, это магазин платит за тебя процент. Ну да, все, согласен, все, нелест. Я, не, никаких кредитов, я чистую. Ипотека, да, у меня есть. Никакой магазин платит за тебя процент. Это просто, они наценка сделали больше, а потом она идет. Давайте не превращаться в экономическую программу. Ты основной виновник вот этой суммы. Нет, нет, подожди. Тут по закредитованности сказано. У меня ваших кредитов нет, я не такой, как... Вот ипотека, другой вопрос. Мне нравится, как он тебя обманывает. У меня, условно, у меня рассрочка. 30 тысяч я там должен заплатить. Саша, новость вошла в топ-лидеров по закредитованности, а не по ипотированности и ипотечности. Ипотека, это видокредит или нет? Да. Это тоже видокредит или нет? Да. У кого больше? У него? А у меня? Я не люблю кредиты. Конечно. Когда у тебя своя комната с деньгами, незачем любить кредит. У Жака своя точка быстро деньги просто есть. То есть у тебя ни кредита, ни ипотеки, ничего нет? Ну, сейчас буду оформляться. А в Конго вообще кредитная система такая, как в России? Нет, нет, нет. В Конго это остается очень долго вообще, наверное, на столько лет кредитная система. То есть как бы очень-очень остается вообще в истории все кредитования. Потому что, во-первых, если тебе отдают обычно человеку кредит, он может ее взять и свалить. Но сейчас дают, сейчас дают как бы на бизнес, дают на мелький бизнес, дают. Ипотеки у нас нет, потому что никто, кто не строит, каждый человек строит по-своему и так далее, и так далее. Так что как раз мы задумались об этом, чтобы уже строить уже такие панели. Дорого там вот кредит, в смысле процент очень много потом надо? Я думаю, что, блин. Больше, чем здесь? Нет, смотри, человек берет 5000 баксов и отдает 6. Ну, я думаю, что... Нормально. А что ты хотел? У них даже жен в кредит берут. Помню, Жак рассказал, что когда ты женишь, ты должен отцу отдать сколько? 10 тысяч долларов? Нет? Ну, по-разному. По-разному. У меня брат недавно женился, его со стороны невесты сказали, что тысячи и тысячи 400 баксов. То есть она не самая красивая, что ли? Я думаю, что там она гуляла уже. С пробегом. С пробегом. Надо еще торговаться на салоне или где-то. Но это только деньгами, а там есть еще другая. Живость. Живость надо давать, там костюмы, там тарелька, блин. Из истории Жака создается, что там костюмы решают все. Ну, учитывая, сколько у него костюмов. Ну, костюмы есть. Он сейчас, если возьмет свои костюмы, приедет в Конго, все там, все на колени. Короче, хотел рассказать про Таджикистан. Я когда был там последний раз, для меня стало открытием, что в таджикских банках выдают кредит на поездку в Россию. Да ладно! Это, конечно, как бы поехали в Россию. Берешь деньги, да, да, и отправляешь обратно, и на это дают деньги. Это прикольно. Это очень интересно. Вот так вот. Да. Ну, ладно. Что ж, всем оренбуржцам мы пожелаем поскорее скидаться с кредитами, ипотеками. А знаете, вот это чувство классное, да? Когда выплатил кредит, и такой... Нет, это... И берешь новый, да. Это... Это незабываемое. Это прям... А так, как Миша сказал, да, у меня бывает такой... Фух, все. Можно новый брать. Жена, тащи. Нет, вообще, я считаю, что кредит – это крутая штука. Не кредит, а вот рассрочка, как минимум. Это очень круто. Ну, да, мне тоже. Я вообще против кредита. Я против кредита. Ну, я за рассрочку в магазине, за какой-то телевизор, там, и это все. Я за ипотека, но я против кредита с деньгами. Это такой скользкий мяч, который можно просто попадать на всякие... Просто, понимаешь, есть такие люди, которых не остановить. Они просто берут 83 кредита, и потом такие... Месяц живут офигенно, а потом начинается... Потом начинается... Короче, это зависит от человека, на самом деле. Вот и все. Если вы азартный и любите тратиться, то не берите. Да, лучше не надо. Да. Хорошая новость, друзья. И опять про поезд. У нас уже начал курсировать прямой поезд из Оренбурга в Санкт-Петербург. О, вот это давно этого не было. Давно не было этого. Двухэтажный? Трехэтажный. Девятиэтажный? Девятиэтажка даже и будет. Даже 16. Квартирами можно будет ездиться, подъездами. Вот как говорится, Россия живет... 16 этажей, 5 подъездов, лифт. Уборщица. Уборщица приходит. Съешь, кажется. Да. Своя есть... Детская площадка. Детская площадка есть во дворе. Ресторанная. Две умные остановки. Ресторанная и клуб, да? Все есть. Ух ты, ничего себе. Итак, теперь к правде. Площадки нет. Единственное, что... Там две качели, и это назвали площадкой. Поезд с Оренбург в Санкт-Петербург, это прям из Пуховой в Северную столицу, будет ходить через день, делая остановки в Самаре, Пензе, Розаевке, Рязани, Твери и на других станциях по пути. В Оренбурге в него можно будет сесть не только с ЖД вокзала у нас, но и в Переволодске, в Новосергиевке, Сорочинске, Тоцке и Бузулуке. В состав поезда входят одноэтажные СВ-вагоны, купейные, плацкартные, с экологически чистыми туалетами, этот биотуалет, как везде стоит. Который, который, да, который вот это очень хорошо спародировал. Аудиовизуализация. Сейчас прям как будто в поезде оказался. Кондиционеры, розетки, все, багажное купе, все есть. Мне кажется, такая все-таки это 50 на 50 лживая новость. Я помню, как мы разговаривали про Орлан, когда, да это не поезд, это сказка. Это поезда, то это были электричка, ты че? Судя, скажем так, по антуражу, этот Орлан ничем не отличался от электрички в Сороческ. Чуть, да, пока еще без стола. вот смотри, тогда вступимся за РЖД. Вот эти двухэтажные поезда, поезда, вот эти двухэтажные поезда показывали внутри, и люди, я видел, сторис выкладывали, и сюжет на городском телеканале выходил. На каком? И ТВ. И там все было, прям все, все есть. Мне кажется, там есть один вагон образцов и показателей. Слушай, дорогой, я по Европе катался на поезд, да у них нету такой поезд, как здесь, то есть ты в Москве едешь, да, ты езжишь, там спишь, там, а в Европе у них все, как Орлан, все сидя. Ну потому что ехать мало. Да, там типа нет таких расстояний, я как человек, который периодически там катается на игры на поезде, я в шоке просто. Я, ну, есть поезда, вот, это вот лотерея очень крутая, типа, ты либо попадаешь там, опа, розетка, ничего себе. Все же смотрели вот эти видео, которые, типа, поезд в Китае, и там все, там, ну, настолько, как будто ты в киберпанке, там все очень круто. когда-нибудь мы, как вы думаете, мы с вами доживем до вот такого поезда в России. Ты же не знаешь, что будет двухэтажный поезд. Теперь есть. Ну нет, я давно знал. Не, подожди, двухэтажный пускали еще, я на нем ездил в Сочи, когда была Олимпиада, по-моему, до Сочи в Олимпиаде. 8 лет назад. 14. Клевые, классные поезда, единственное, там иногда приходят снизу, говорят, ну, вы нас заливаете, и... Какое бы не будет поезда, но если будет продавать рыбу, вареное яйцо, пирожки, это самая прекрасная поездка по России. Я думаю, это определенные работники уже, их взяли в структуру РЖД. Они теперь по контракту работают. По контракту. Да, это шестеренки большого очень механизма, без них вообще никак. Я, что хочу обобщить, вот, то, что двухэтажный появился, в сравнении с тем, что у нас были одноэтажные, это круто. Но если в сравнении с тем, какие поезда, например, там, в Китае, в США, или там, в Австралии, то очевидно, что там пацаны уехали на этих поездах настолько далеко, и они передвигаются там, в Китае вообще, там, на ультразвуковых скоростях. Знаешь, что я подумал? Почему у нас не такие красивые поезда? Знаете почему? Почему? Чтобы молодежь не уезжала из города, но, типа, да, захочешь он уехать, такой, сядет, такой, ну, нафиг. Я поражен, да, в России иногда все приходит позже, но как она приходит, так все люди забывают. Я, когда приехал в 2004 году, здесь в России, связи в Конго были, выходящие были бесплатные. А тут и туда звонить, и сюда звонить, все равно платить. Типа, какие-то там были у меня шок, да, а сегодня-то наоборот. Хотите лайфхак против крупных операторов мобильной связи? Ну-ка. Если у вас очень большая плата, идите в другой оператор, скажите, я хочу поменять оператора, оставив номер. Это, кстати, работает реально. Нынешний оператор, он заинтересован в том, чтобы вы остались на любых условиях. Он вам будет звонить и говорит, а мы вам предложим супертариф. А есть такой у меня. 4 года назад с моего оператора мы просто боролись. У меня самый, самый последний тариф, самый топ. То есть, как бы, у меня есть личный менеджер, все и так далее, самый последний. Дома прямо у него сидит там. Они, меня, каждый месяц, что-то тариф в другую. Ради Жака новые тарифы придумывают. И меня даже не предупреждает. Я тут сразу говорю, блин, все. И в них тоже в этой же компании, но только по названию другой. И они говорят, не, 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 не надо, не надо. И тогда, и теперь у меня, мы поборолись, поборолись, они мне по жизни сделали один тариф. Итак, друзья, какой бы у вас ни был тариф, не забывайте звонить своим близким. Новость про тариф была вообще? Новость была про поезд. Новый поезд это в любом случае хорошо. И мы рады. Новый тариф это тоже хорошо. Нет, а лучше не звоните своим близким, а езжайте к ним в гости. Друзья, это 1743, как всегда мы, Жак, Сабир, Саша, я, я попробовал почему-то. Вам спасибо за внимание, увидимся через неделю. Пока. Большие города Субтитры сделал DimaTorzok